Пожарное дело было известно еще в Древнем Египте. Одна из первых пожарных касок была создана в 1824 году в Эдинбурге. Они делались из самых различных материалов, от латуни до кевлара. Эта североамериканская каска предназначена именно для горячих голов. Кожа удивительно огнестойка. Если ее укрепить, она станет замечательным шлемом, который защищает от жара, воды и неожиданных ударов. В новейших моделях уши и глаза также защищены. Сначала берутся четыре куска кожи. Их соединяют вместе, получается что-то вроде черепа каски. Этот кусок станет ободом. Чтобы придать форму, рабочий сгибает и сшивает кусочки. А потом выравнивает складки специальным молотком. Для этого используется трафарет. Затем кусочки соединяются вместе с помощью швейной машины. Потом две половины скрепляются двойными стежками. Благодаря этому изделие получается очень прочным. Его натягивают на пластиковую форму и отрезают лишнюю кожу по краям. Потом края зажимаются тисками. С помощью гидроцилиндра оно будет растягиваться всю ночь. На края наносится клей, и они сдавливаются валиками. Кожу для обода несколько раз смачивают, чтобы сделать мягче. Потом она штампуется. У этой компании дизайн с 1846 года. Но сначала для поддержки краев вставляется проволока. Затем надевается пластиковый футляр, чтобы защитить края и распределить по ним давление. Необходимо давление в 10 тонн, чтобы набить рисунок. Потом череп пришивают к ободу. Лишние кусочки удаляются. Центральная часть вырезается. Вынимается пластиковый трафарет. Чтобы сделать кожу прочной, каски окунают в бак с горячей смолой сахарного клёна. Через 55 минут их достают и сушат при комнатной температуре 8 недель. В результате этого кожа становится твердой, как дерево. Если сушить ее механическим путем, она станет ломкой. С помощью деревянного молотка внутрь каски вставляется пластиковая форма. Она укрепит его. Сверху добавляется еще один футляр с нейлоновыми ремешками, чтобы противостоять ударам. Рабочий обжигает каску специальной горелкой, чтобы удалить нити, подсушить кожу и разгладить складки. Края загибают в основном для красоты. Но сзади они защищают шею от влаги. Проводят синтетическую огнезащитную линию. Теперь внешнюю поверхность зачищают. Чтобы подготовить ее к покраске. Сначала наносится огнеупорная грунтовка. Затем каску покрывают полуглянцевой латексной краской. Черный для всех, белый для начальника. Каску могут покрыть и бесцветным лаком, чтобы оставить естественный цвет. Спереди крепится значок... Продолжение следует...